Привет всем! Вы на канале Stradio People и сегодня вы узнаете, что такое секретные заметки, где их найти и что в них полезного. Поехали! Секретные заметки Скорее всего, кстати, это Кробус. Заметив игрока, теневик испугается и убежит, а в журнале появится задание «Зимняя тайна». Следы теневика ведут к кусту рядом с детской площадкой, слева от клуба. Если нажать на куст, появится теневик. Он попросит прощения, даст игроку лупу и убежит. Как раз таки с этой лупой игрок сможет находить разные секретные заметки, скапывая землю, вырубая деревья, разбивая камни, убивая чудовищ или вылавливая рыбу удочкой. Чтобы прочесть найденную заметку, ее нужно поместить в верхний ряд инвентаря, выбрать и щелкнуть правой кнопкой мыши. После этого заметка появится в соответствующей вкладке меню коллекции. Из заметок вы будете узнавать, кто что любит, с помощью них искать различные предметы, находить секреты. Сейчас разберем только те заметки, где есть секреты, чтобы не растягивать ролик. Секретная заметка номер 10. Кое-кто ждет вас на сотом уровне пещеры черепа. Подробнее. После прочтения этой заметки в вашем журнале появится задание «Загадочная записка». Чтобы его выполнить, спуститесь до сотого уровня пещеры черепа. Там вы встретите мистера Ки. Он или пожурит вас, если вы использовали лестницы, или похвалит за то, что вы спустились по-честному без лестниц. Потом он даст вам иридивое змеиное молоко, которое увеличит ваше здоровье на 25 очков. Секретная заметка номер 13. Ровно в полдень. Последний день сезона. Загляните под куст над детской площадкой. Решение. 28 числа любого времени года в 12.00 нажмите на куст над детской площадкой и получите плюшевого джунима. Секретная заметка номер 14. За клубом теперь кое-что спрятано. Решение. За зданием клуба у деревянного забора справа теперь стоит каменный джунима. Его можно взять с помощью кирки. Обратите внимание, джунима не будет, если вы купили членство в Джорджо. Секретная заметка номер 15. Шоу русалок. 1, 5, 4, 2, 3. Во время ночного рынка зайдите в крайнюю правую лодку, чтобы посмотреть шоу русалок. После шоу нажмите на ракушки в указанном порядке, чтобы получить жемчужину. Секретная заметка номер 16. Вот так вот она выглядит. Решение. Раскопайте клетку справа от большого камня к северу от путей на железной дороге и получите сундук с сокровищами. Секретная заметка номер 17. Решение. Раскопайте самую верхнюю клетку на правом берегу реки к северу Джоджимарта и получите зеленую странную куклу. Секретная заметка номер 18. Решение. Отправляйтесь в пустыню Калика на юго-восток карты и раскопайте клетку с неба внизу от скамьи. Получите желтую странную куклу. Секретная заметка номер 19. Решение. Тут изображен дом по адресу Виллоу Лейн, дом 1 и несколько стрелок. Начинайте на клетке у двери в дом, отмеченной зеленым, и двигайтесь в указанном стрелкой направлении, пока не упрётесь в препятствии. Сначала идите налево, а пока не упрётесь, потом наверх, пока не упрётесь и так далее. Следуя инструкции, вы обойдете дом, пройдете через весь город, к усадьбе мэра, где найдете золотую статую Льюиса. Статую можно взять с помощью инструмента. Если разместить статую в городе Пеликан, откройте ещё один секрет. Что за секрет такой? В общем, золотого Льюиса можно разместить в городе Пеликан. Если она не исчезнет, потому что стоит на пути у кого-то из жителей, на следующий день на её месте появится гнилое растение, а в почтовом ящике вы найдете 750 золотых и анонимное письмо. На будущее. Я был бы очень признателен, если бы вы больше не выставляли мои личные вещи на потеху городу. Я очень недоволен. Возьмите деньги и больше ни с кем не заговаривайте о моём проекте. Статую можно будет найти в спальне Льюиса, шанс 90%, или Марни, шанс 10%. Статую можно забрать и снова поставить в городе. И каждый раз на её месте будет появляться гнилое растение. Однако письмо вы получите только в первый раз. Секретная заметка номер 20. Решение. В заметке изображена городская площадь. Встаньте в самом центре площади и двигайтесь в указанном каждой стрелке и направлении, пока не упрётесь в препятствии. Двигаясь по стрелкам, вы пройдёте через весь город, перейдёте мост, ведущий к Джимарту, и, наконец, окажетесь у грузовика, припаркованного у магазина. Нажмите на грузовик, чтобы поговорить с водителем. Он попросит воспринести ему кроличью лапку. Вы сможете обменять её на особый оберег, который увеличит вашу удачу. Секретная заметка номер 21. Решение. Ночью ровно в 0.40 нажмите на изображённый на картинке большой куст в городе Пеликан слева от моста на пляж. Из куста выскочат Марни и Льюис. Секретная заметка номер 22. Привет. Ваше имя. И... Нашли секрет в тёмном туннеле. Жду встречи. Ки. Решение. Возьмите аккумулятор и идите на автобусную остановку, а оттуда налево в туннель. Положите аккумулятор в камеру хранения в середине туннеля и получите задание «Таинственные ки». Обратите внимание, что для получения этого задания находить заметку не обязательно. Положить аккумулятор в камеру можно в любой момент. Секретная заметка номер 23. Если ты это читаешь, приходи в «Тайный леса». Приноси кленовый сироп. Решение. После прочтения секретной заметки номер 23 в вашем журнале появится задание «Странная заметка». Чтобы его выполнить, приходите в «Тайный лес» с 6.00 до 19.00 с кленовым сиропом в инвентаре. Запустится событие, в котором медведь поделится с вами своими знаниями леса. Это увеличит цену продажи морожки и ежевики в три раза. После этого события в бумажнике игрока появится медвежья лапа. Ну, медвежья мудрость. Секретная заметка номер 24. Это страница из книги М. Джаспера. Создания, еще известные как «Духи леса» или «Джунима», обычно появляются в заброшенных зданиях, когда те уже травой поросли. Обычно происходит это следующим образом. Люди покидают какое-то место, природа забирает свое, а потом появляется Джунима. Народная мудрость гласит, что Джунима каким-то образом неразрывно связаны с самоцветами, находящимися в их маленьких хижинах. Конечно, все эти слухи взяты из сомнительных и непроверенных источников, но, насколько я знаю, даже само существование этих созданий до сих пор не доказано. Решение. Да, это можно воспринять как загадку. Поместите драгоценный камень в домик Джунима, чтобы изменить цвет Джунима, который собирают урожай. Цвет Джунима будет соответствовать цвету камня, включая радужный оскол. И последняя заметка на сегодня. Секретная заметка номер 25. Я взяла мамина ожерелье на время, но посеяла его возле бани. Она сойдет с ума, да узнает о пропаже. Решение. Возле бани нужно закинуть удочку весной, летом или осенью, чтобы выловить резное ожерелье. Отдайте его Кэролайн за 50 очков дружбы или Абигейл за 100 очков дружбы. И на этом все. Если ролик был вам полезен или просто понравился, подписывайтесь, ставьте лайк, жмите в колокол, пишите комментарии. Пишите вопросы или идеи для последующих роликов. Вы были на канале Страдио Пипл. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok